Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, ну уже все слышали новости из Полтавы о том, что по учебному заведению там и по рядом стоящей больнице пролетело две ракеты «Искандер». Зеленский только что объявил, что в настоящий момент известно о 41 погибшем и порядка 180 раненых. Несколько десятков человек из-под завалов вытянули, это курсанты. Что тут сказать? Из этого только два вывода напрашиваются. Первый. Какой идиот свозит в одно место такое количество людей, зная, что может прилететь? Ну очевидно же, что этого делать нельзя. Но такое дело относительно, и то очень относительно, можно делать только в Киеве, потому что есть ПВО более-менее достаточное. И, ну, по крайней мере, есть какая-то минимальная гарантия того, она тоже не полная, но минимальная гарантия того, что вот такой вариант не пройдет. Во всех остальных местах это просто преступление, свозить больше 10 человек в одно место. Ну это же очевидно, по-моему, да? Что делать? Ну, например, если это учебное заведение, значит, надо, они говорят, попали по столовой. Значит, в 20 местах надо кормиться. Ну а что делать? Да, это неудобно. Но надо иметь 20 столовых. Ну тут ничего не придумаешь. Построение, вот только сказал слово построение, сразу разжаловать и, соответственно, на фронт или в тюрьму. Сразу после слова построение. Это чисто совковый вариант. Вот моя армия для меня, вот этот, 83-й год, да, вот это вот, 84-й. Построение, да, у нас было построение там 5-6 раз в день, но по нам ничего не летело тогда. Вот, а сейчас только если командир открыл рот и сказал построение, тут же разжаловать рядовые, а тут же на фронт. Все. Ну нельзя собирать людей, это же очевидно. Сколько раз было, что наши ракеты прилетали по ним, когда такие же вот идиоты-командиры делали построение у них. Там и в Херсонской области много раз, и в Донецкой много раз. Наши построения награждали, помните, 128-ю бригаду тоже построили, совки, совки построили, личный состав, но тут же прилетело. Вот, я не знаю, кстати, было ли на самом деле построение в Полтаве, или они там просто лупанули по, скажите мне, по столовой в момент обеда. Вот, но опять-таки, ну, не должно быть столовой одной в учебном заведении, должно быть 28 столовых, а еще лучше 35. Ну такая жизнь, значит, что-то нужно делать, чтобы курсанты не находились все в одном месте. А как делать? Придите к выводу, ну, расселите их по городу, в конце концов. Да, это неудобно, да, это понижает дисциплину, но они все будут живы. Все просто. Вот и все, тут нет другого. Ну и второй момент, это, конечно, момент того, что долг платежом красен. Все очевидно, да, тут надо, надо действовать и надо, надо понять, дать понять расистам, причем не в Белгороде, еще раз говорю, в Москве, но Белгород, конечно, начхать. Вот, а желательно где-то там поближе к Москве, что, ну, вот такие вещи не будут проходить безнаказанно. Вот, собственно говоря, и все. Вот, ну, разводить истерику тоже нельзя, потому что вы же прекрасно понимаете, от нас только этого и ждут, чтобы мы развели истерику. Да, это болючий удар, да, это ужасно. Но надо, как говорится, да, нормальный боксер после попадания в нокдаун встает и шлет противника в нокаут. Вот, собственно говоря, и все.